Величественное здание Высшего учебного заведения 16 октября Благовещенский педагогический университет Отмечает 85-летний юбилей А начиналась его, несомненно, богатая история В тогда еще трехэтажном монументальном здании В начале века оно было одним из немногих в городе С водяным отоплением, водопроводом и канализацией Так что вновь образованный институт Получил очень хороший дом Сегодня он на один этаж выше Дополнительную площадь достроили после пожара В ноябре 1960 года Тогда же появились боковые лестницы И гордость университета Главный читальный зал Это наш главный читальный зал В котором сосредоточена основная масса книг И в котором студенты занимаются По гуманитарным дисциплинам Есть еще специализированный Читальный зал, который расположен На первом этаже здесь Плюс в других корпусах и в общежитиях Сегодня в этом зале можно Спокойно выйти в интернет, поскольку действует Бесплатный Wi-Fi И обработка книг связывается с помощью Современной технологии Уникален этот зал не только сочетанием старины и ноу-хау, но еще и тем, что является копией читального зала Ленинской библиотеки, что в Москве Такие же высокие потолки, огромные окна и, конечно, атмосфера Здесь рефлекторно стараешься и говорить, и ходить как можно тише Но изюминки БГПУ на этом не заканчиваются Мимо фигуры молодого человека с открытой книгой в руках в пролете центральной лестницы Ежедневно проходят тысячи студентов Для них она просто часть интерьера На самом же деле Скульптура уникальна Это извояние молодого Владимира Ульянова Таких в России всего три Братья-близнецы Благовещенского Ленина Находятся в Москве и в Казани То, что это молодой Ленин, определить удалось только по внешнему сходству Никаких документов или надписей на самой фигуре нет Поэтому многие считают, что это просто извояние гимназиста Впрочем, гордятся в этих стенах не только достоянием прошлого, но и его перспективами У нас достаточно широкий спектр по педагогическому направлению, по психолого-педагогическому направлению Кроме этого, мы готовим и непедагогические специальности, связанные, например, с аналитической химией Информационные системы, математическое обеспечение и другие Преподаватели, которые работают, они, наверное, и бывают добрыми, и бывают строгими, и так далее Вот за счет вот этого всего получается личность, которая сегодня может работать в школе Сегодня в Педуниверситете работает более 250 преподавателей Более 70% из них – кандидаты и доктора наук Одновременно в БГПУ получают бесценные знания 3,5 тысячи студентам по более чем 30 специальностям Хорошая материальная база, многочисленные научно-учебные и специальные лаборатории и центры Богатейшая научная библиотека и музеи помогают каждому учащемуся приобрести необходимые знания, умения и навыки И сделать первые шаги в науку и будущую профессию Субтитры создавал DimaTorzok